Так, патч 14.21. В этом патче риоты вроде собираются пофиксить значительное количество проблем, которые они создали изменениями айтемов, но все равно по ощущениям не все. Я уже так проглядел парочку, ну почти все изменения посмотрел, что тут будут. Погнали с самого начала. Азиру дают 2 хапоригена и бейзаде дают 4 бейзаде. Нужно понять, у Азира бейзаде идет в дэмэдж солдатами или не идет. Нет, оно вроде бы не скелится в солдат, соответственно это просто плюс 4 ад на линии, чтобы легче было добивать крипов и легче харасить врага, когда у тебя нет солдат. В принципе баф достаточно сильный на самом деле. Думаю это Азира, ну теперь чемпионат мира в принципе уже на прошлом патче, поэтому подбафить Азира можно. Не должен он стать броукен, но хорошим персонажем обратно должен вернуться Азир с таким изменением. Он один из хороших таких лейнбули. Плюс 4 ад для него будут очень хороши, так же как плюс 2 хапоригена, кстати. Будет лучше трейдиться. Кракану пассивки дэмэдж просто бафнули на 5%. Чего? В дэмэдж на 50 на первом левеле, еще 0.5 ад скейла. 40% of this damage is guaranteed. 40% дэмэдж W гарантированное, если ты летишь врага. Да, это я знаю. R дэмэдж плюс 10, плюс 10% бонус АД, но этот персонаж будет просто турбо броукен снова. Я не знаю как можно бафать на такие неадекватные цифры, если честно. Особенно пассивку на 5% это просто ад. Я думаю, что это будет Азир Чампу с таких изменений. Слишком жесткий баф. Можно просто пассивку убрать из этих изменений, он все равно будет норм. Так он будет слишком жестким лейнбули. На миду, я думаю, мало чемпионов, которые смогут с ним драться с такими изменениями. Так, гангпланку 0.5 эмперигена и еричардж таймер на секунду, но это чисто quality of life, чтобы у него получше все. Было на лейдинг фазе, наверное, и за счет того, и за счет другого. На скейл это мало как повлияет. Но он около метовый. Я думаю, он чуть-чуть слабоват, конечно. Баф тоже небольшой. Ирэли, монокос минус 5, Q кулдаун минус секунда на всех левелах. Ульта теперь не уменьшает кулдаун кушки. Это значит, что на 11 левеле будет такой же на 6 минус полсекунды. А на первых левелах минус секунда целая. Q damage плюс 0.1 total attack damage. Q minion damage минус 5-30. 0.1 attack damage минус 30. Ну, кстати... Короче, это приятные изменения, в общем и целом. Я бы сказал, что это солидный бафер, или особенно кулдауну кушки очень приятные изменения. Но при этом та стадия игры, когда у тебя кушка не ваншотает лейдинг миньона, она будет наступать чаще, я думаю. С такими изменениями, чем это было бы. Хотя, не знаю, может и нет. Если это к 18 левелу скейл. Короче, в общем и целом, это очень приятные изменения. Ирели, она действительно слабовата сейчас на лейдинг фазе. Не знаю, зачем ее было нерфить до этого, я был в шоке. Но, наконец-то, они возвращают ей силу. Тем более, она очень хорошо обузит Литл Темпа. Сейчас Литл Темпа ей не хватает, чтобы стать нормальным чемпионом. Вкупе с тем, что тут Литл Темпа еще и бафают. Я думаю, Чамп может вообще стать хай-тир персонажем на соло-лимех. Кайлея снимает 15 монокос на W. Это, кстати, тоже солидный баф лейдинг фаза потенциально. Потому что именно вот монокосты W удерживают ее от бесконечного сустейна. 75 это все равно много, но я думаю, есть матчапы, в которых этот баф будет очень заметен. Но она действительно слабовата. Малфиту накидывают 21 хп. Я не понимаю, если честно, бафа Малфита. По моим ощущениям, Малфит сейчас и так весьма сильный персонаж. Единственная его слабость это лейдинг фаза против большинства персонажей. Он очень хорошо скелится, если собирает правильные айтемы. Бафнуть ему еще и лейдинг фазу, чтобы у него на ней не было проблем. Это очень сомнительное решение. Против него просто не весело играть, когда он добирается до двух слотов с Джакшо. Короче, это небольшой quality of life баф. Ее до этого хотфиксом по нерфили в прошлом патче серьезно, из-за того, что коллектор ее очень сильно усилил. Теперь ее чуть-чуть поприятнее делают как чемпион. Но мне кажется, те бафы, те нерфы были слишком жесткие, честно. Поэтому это можно сказать как небольшой компенсационный баф. Киана, хапоригент плюс 2, это очень сильно бафит ей лейдинг фазу. И W дэмэдж 0.1 бонус АД. W дэмэдж означает, что в прокасте, если я не ошибаюсь, в прокасте W дэмэдж с каждого элемента дамажит не по-своему, а бонусом дамажит. Соответственно, в прокасте у тебя как минимум 2 элемента. Или с каждой обилки вообще этот дэмэдж идет. По-моему, с каждой обилки и плюс автоатак. Короче, это где-то на прокаст плюс 0.4, плюс 0.4-0.6. АД на короткий прокаст и на длинный даже еще дольше. Еще больше. Еще там того, что у нее на первом левеле, сколько там, она берет себе дабл АД, это 9 АД. Плюс еще она может взять Дуран Блейд, это 19 АД. 0.1 на W это 2 дэмэджа на первом левеле. Короче, она против персонажей, которые не прям жестко хуярят ее на линии, станет прям играбельной очень из-за этого изменения. Против персонажей, которые ее жестко булили, ей станет полегче, потому что хапориген это приятно. 2 хапоригена per 5 секунд. Это очень приятно. Нормальное изменение, она действительно слабовато была. Северочки бафают 2 базовых АД и бафают кушку на первом-двенадцатом левеле. Там меняют скейл с тотал АД на бонус АД. Но это, кстати, подгоняет Север ближе к Стиру. Она и так хороший персонаж. С этими изменениями прям может быть очень сильной. Она сейчас через Эссенс Ривер и так играбельна. Тут станет прям, возможно, монстром. Очень приятный бафчик. Колону, ретерн дэмэдж на W бафают на 10 урона и на 0.1 бонус АД. Это бафнет и медового талона и очень сильно бафнет лесного, кстати. Очень приятные изменения. Думаю, что в лесу он где-то к атиру приблизится, как чемпион после такого бафа. На меду не знаю. На меду я просто давно талонов не видел, но тоже будет получше. Тимарю 2 мувспида накидывают и на активке 4 мувспида он действительно слабоват. Ну, на топе норм, в лесу маленький. Шай очень сильно бафают 5% дэмэджа на W. Это, считай, 5% дэмэджа со всех автоатак почти. В all-in'ах. Я думаю, это очень будет решать на лейнинг фазе, особенно когда она лейнит с Раканом. Потому что вроде бы этот бонус дэмэдж дается и Шайе, и Ракану. Или там на атак спид и Шайе и Ракану дается, я не помню. А нет, Шайе, по-моему, двойной этот бонус дэмэдж дается или что-то такое. Или полуторный. Короче, Шайе будет снова в мете. Она и так около метовый персонаж, который контрит энгейдж по себе. Сейчас станет прям метовым. Это очень сильный баф. А сольчику минус 20 хп, минус 0.2 скейла на Ешке. Небольшой нерф, не знаю за что. Он, в принципе, был окей, на мой взгляд. Бранду мано реген на линию на 0, на полтора мано регена. Пассив Детонейшн Дэмэдж, минус 1% макс хп и Q мана минус 20. Короче, они стараются понерфить лейнового Бранда, не особо трогая джанглерского. В принципе, изменения хороши. Они еще и джангл Бранда чуть-чуть поднерфливают совсем капельку, что, в принципе, здраво. Камиле минус 20 хп, минус 20 дэмэдж на W, минус 0.15 дэмэджа на Ешке. Эрон Хит, минус флотовый дэмэдж. Это чемпион мертв. То есть она сейчас сильнее, она сейчас очень сильный персонаж. Но если все эти нерфы приходят на лайф, этот чемпион просто умирает, становится абсолютным мусором. Ей можно, буквально, ей бы хватило нерфа дамага с W на 20. Это уже очень сильный лейнинг фаза нерф. Даже там не просто 20, а 20-40. Этого бы уже хватило для нерфа лейнинг фазы этого персонажа. Можно, если очень хотите, скинуть 20 хп, но все остальное это просто жестко. Элизи минус 0.7 армор грофса. Очень сильный, кстати, нерф против АД персонажей. У нее и так большие проблемы против таких чимпов, как Лисинк, Синжао, Джарван даже иногда. Они теперь ее будут просто анигилировать к 6 левлу еще жестче. В принципе, здраво. Чамп. Чамп очень сильный на где-то Даймонд, Лоу Мастер Ила. Фидал стику. Минус процент хп. Я не понял, чего. Это курин дэмэдж. Это, по-моему, фира. Если я не ошибаюсь, минус процент дэмэдж. Оперейш он минимум дэмэдж анченж. Но это совсем маленький нерф. Ничего не значащий. Галюнчика добрались. Ему базовую ману нерфят на 90. Это весьма сильный нерф. Потому что Галю сейчас не хочет ничего себе вообще в билде брать на ману. И теперь ему будет просто труднее лейнить. И даже в тимфайтах у него может иногда мана заканчиваться. Ну, наверное, нерф окей. Потому что он один из самых сильнейших мидеров. Особенно против АП чемпионов сейчас по-прежнему. Гвен пассивки нерф на 0.12% за 100 АП. Пассивка прокает каждый раз с автоатакой. По-моему, за каждый чик кушки. То есть это солидный нерф. Особенно в билде со шляпой. Особенно билд со шляпой это нерфит. Ну, окей. А на танков слишком жестко нерфит. Я понимаю, риоты хотят подбафать танков. Но им придется некоторых из них точно нерфить после всех этих изменений. QQ дамэдж хвея. А, скейлинг. Минус 0.05. И на ешке кулдаун. Плюс секунда. Ну, такой неприятненький нерф, кстати. Ну, ешке в основном очень неприятненький нерф. Он сильный персонаж. Ну, как будто бы там таких персонажей миллион. Можно было и не трогать. Или всех разом нерфить. Пассивку кайсы. First hit. Минус 1 дэмэдж. На первом левеле минус 3% АП. Пассивка стак. Минус 0.5% АП скейлинга. Минус дэмэдж клей 2. Максимум флот дэмэдж. Минус процент АП. И минус 1-20. Короче, это в общем и целом нерфит ее проки дэмэджа пассивки. Особенно их скейл от АП. Наверное, тоже, чтобы она не слишком сильно пробивала танков. Но при этом это и поднерфит ее улын потенциал. Я думаю, кайсы сейчас, наверное, возможно, вообще самый сильный АДшник. Поэтому нерф уместен. Тем более, он не слишком жесткий. Картусу просто 5% АП на ульту. Это совсем мало. Косадину Q-оперейшу минус 10%. Ешки минус 5%. Не знаю, за что его. Он около метовый, но не слишком, может быть, на лоуэлла стампит людей. Насасу обратно откатывают 3% лайстила. На пассивке еще и сверху снимают 5 АД дэмэджа. Он снова превращается в абсолютно мертвого персонажа на хай уровне игры. Сене понижают. Армор понижают на 3 на первом левеле. На 15 на последнем. Она слишком танковая была. Ну, это окей, изменение. W бонус армор Тарику минус 3% на всех левелах. Тоже окей. Не слишком жесткий нерф, но при этом Тарик из-за всеобщего упавшего дэмэджа стал чуть посильнее. Вега армор гроф 0.6. Ну, сейчас Вега очень сильный чамп, но я, правда, не понимаю. Он не является какой-то имбой. Он слабее там... Он слабее Лисина, слабее Ксена чуть-чуть. То есть его нерфить, а остальных нет. Это как-то странно. Валибира. Валибира нерфит из-за того, что он стампит всех на лоуэлла. Ниже даймонда на 2 секунды. Кулдаун это не W, а Ешки. Это весьма солидный нерф. Весьма и весьма солидный нерф Валибирчика. Я думаю, подрежет как минимум процент винрейта с 52. Там у него 52,5 на всех лоуэлла рангах. Я думаю, ставим где-то 51, 51,5 с этого нерфа. Весьма сильный нерфчик. С другой стороны, ну не знаю. Как будто бы Ешку лучше всего использовали на высоком уровне игры. Лучше бы было нерфить какие-то простые обилки, типа его W, например. Это вопрос к Рио, там уже больше. Йону нерфят всего лишь 1% макс хп дэмэджа на W. Это очень слабый нерф, как будто бы. Я бы поднерфил чуть побольше, но хотя бы что-то. И Йорику где-то 5% дэмэджа срезают с гулей. Ну, видимо, на бухстампе тоже. Вейну переделывают кит так, что у него Ешка. Миссайл спид увеличивается. All damage moved to the explosion. И теперь... А теперь имеет смысл максить W вторым. Нет, подожди. W или Е максить вторым? Непонятно. Can cast Demon Flayer multiple times. Ульту, короче, может несколько раз кастануть. Кулдаун now starts at cast instead of end. А, нифига себе. То есть ты можешь... Это очень сильный баф, кстати. То, что у него кулдаун ульты начинается, когда он начинает ее кастовать, а не когда она заканчивается. Это значит, что после долгого файта у него будет очень низкий КД. Healing has a bonus HP ratio. Max range кушки увеличен. Минимальный range damage уменьшен. Швайна, короче, бафают очень сильно. Я думаю, что если ему ничего не понерфят с учетом того, что они тут написали, этот Чам будет просто годтир персонажем. Каждую игру будем увидеть. Little Tempo бафают. А, это только милишникам бафают, кстати. Я этого не видел, когда первый раз читал. Только милишникам бафают процент атак спида Little Tempo. Это очень приятные новости. Кстати, а это нормально то, что они нерфят Йона так слабо, при этом компенсируя почти полностью этот нерф бафом Little Tempo? Мне кажется, это не очень нормально. Его нужно посильнее понерфить. Но это приятные очень новости для Warwick'а. Ну, из метовых персонажей для кого? Для Warwick'а. Ну, для Йона, понятно, Юсуа тоже. Для Ирэли это очень хорошие новости. И вкупе со всеми ее изменениями она станет вообще очень сильным. чемпом, мне кажется. А, нет, чат, ладно. Я забыл, я забыл. И мне глаза метнули до следующего. Блядь, ладно, чат, нет, Ирэли пизда, я забыл. Я еще думал, блядь, что они так подбафали Ирэлию? Ебать, мой мир только что разрушился. Я еще думаю, блин, это не похоже на Риотов. Они любят Ирэлию держать в роли мусора. Просто гарбер чемпионы. Я думаю, как так? Они подбафали и самого Чимпа, и руну ей. Я забыл. Смотрим дальше. Тут Ботарку снимают просто 2% курин хп дэмэджа. Это жестко. В общем и целом, короче, Ирэлия, она станет на самом деле посильнее со всеми этими изменениями. Потому что Ирэлигейм у нее более важен, чем поверспайк на Ботарке. И на Ботарке она все равно останется почти такой же, как и была. Но ее бахнет не так сильно, короче. Абсолютная классика Атриотов. Кстати, я не знаю, за что так нерфить Ботарк. Я понимаю, процент хп ему снять, но 2% это как-то слишком жестко. Прям люто жестко. Ну, сорком 3 пенетры. Я бы снял сорком, если честно, 2 пенетры, но это уже мое личное восприятие. Мне кажется, их не надо так сильно нерфить. Ну ладно.